Добро пожаловать в VIP-клуб Z-Code. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно следовать выигрышным системам внутри Z-Code, чтобы увеличить свой капитал. Я заранее извиняюсь за возможные оговорки, поскольку я не являюсь профессиональным актером, а простым пользователем данной системы. В VIP-клуб Z-Code состоит из экспертов и простых людей, которые профессионально занимаются ставками на спорт в течение длительного времени. Сначала все это может показаться очень сложным, поскольку все эти люди профессионалы и они используют ставки как основной источник своего дохода. Поэтому серьезно относятся к делу. Но разобраться достаточно просто. Если вы разберетесь, то вы сможете стать одним из них. Сегодня я расскажу об одной из систем. Это будет система Сэма для баскетбола. Но другие системы в основном работают по похожему принципу. Поэтому то, что вы увидите, вам поможет разобраться и с другими системами. Если мы подскролим вверх, то вверху, сейчас я на русский переключусь, вверху находится закладка Hard Trends, а в русском языке она называется Системы. Здесь перечислены основные системы, которые вы можете использовать. В данном случае, на примере, я расскажу о системе Сэма, поскольку она довольно простая для новичков и достаточно прибыльная. Я на ClickMarsher. Вот здесь Сэм. Сэм это эксперт баскетбола. Здесь Сэм рассказывает о своей системе. Можно попробовать автоперевод. Но я не думаю, что тут требуется перевод, поскольку в основном достаточно простой материал. В данном случае он показывает бэктест, то есть результаты своей системы на прошедших годах. То есть вот он говорит, что у него сейчас в данном случае 4 системы ведется, хотя на самом деле их намного больше. Вот здесь количество побед, количество поражений и прибыль данной системы и так далее для других. Вот можно подробнее посмотреть, сколько она выиграла, сколько проиграла. Важно понять, что это система прогрессии. То есть это не ставки с одинаковым размером, а прогрессии. То есть если вы проиграли ставку, то следующая ставка увеличивается, чтобы покрыть поражение. За счет этого достигается 97% побед и достаточно высокий профит. А число поражений это когда вы проиграли полностью всю прогрессию. Конечно, такое поражение отнимает достаточно большой размер от капитала, поскольку ставка увеличивается сильно. Но, тем не менее, это не мешает всем системам быть в большом прибыли. То есть ничего страшного, если вы проиграли прогрессию. Ну, чтобы понять, что такое прогрессия, можно в простом виде представить, как вот работают лохотроны ставки на рулетку, например. То есть на черное-белое. Ставите на черное, проиграли, выпало красное. Ставите снова на черное, но в этот раз в 2 раза больше. Снова выпало красное. Ставите в 4 раза больше. То есть это так называемая система Мартингелл для рулетки, которые ни к чему хорошему на самом деле не приведут, поскольку в рулетке события не зависит от предыдущего события. То есть результат полностью рандомен. Для счет этого все люди и проигрывают на рулетке. В спорте же как раз наоборот. Результат команды часто предсказуем и зависит от того, как она играла в предыдущий, какой у нее ростер, состав команды, какие игроки, травмы. То есть все можно предсказать с большой точностью. Ну вот, здесь также есть ряд тьюториалов, которые на английском можно посмотреть по этой системе. Разобраться все достаточно просто. Но сейчас вам это не потребуется, поскольку я и так на русском это говорю. Обычно размер стартовой ставки это 1% от капитала. То есть если у вас капитал, например, 1000 долларов, то размер ставки будет 100 долларов, что ли. Нет, 10 долларов будет, извиняюсь. Вот. Система требует дисциплины и терпения, поскольку ваша задача выиграть не каждую ставку, а выиграть полностью прогрессию. То есть, если вы только начинаете, то лучше всего делать первые ставки с маленьким капиталом, например, 10 центов или 1 доллар. Тогда вы избежите ошибок и ваш капитал не пострадает. И вы быстрее научитесь. Итак, смотрим ниже. Здесь задаются вопросы, которые не нужны пока вам. Один из важных... Вот, например, в один из дней, почти каждый день, но не каждый день, иногда через день, Сэм публикует свои ставки. Игры начинаются по русскому времени поздно ночью, поэтому вы можете раз в день заходить вечером, поздно вечером проверять ставки. По русскому времени у вас будет где-то 11, может, часов вечера. Уже к тому времени обычно Сэм публикует. Вот, например, он опубликовал. Сегодня наши ставки для NB только система 1. То есть, в один день, например, могут не быть остальные системы. Charlotte A. Что это значит? Очень легко понять. Он ставит на команду Charlotte, Charlotte Bobcats. А, это значит, что он в данном случае начинает новую прогрессию. То есть, ставка A. A, B, C. То есть, легко понять. Он использует стандартный спред и покупает каждый раз 3 очка. Давайте я поясню очень просто, что это значит. Если его никогда не ставили, это все равно легко очень понять. То есть, мне, например, надо сделать ставку на Charlotte. Вот, это будет моя первая ставка прогрессии. Если Charlotte выиграет, то прогрессия считается завершенной. В следующий раз Сэм начнет новую прогрессию, уже может быть, на другую команду. Если эта ставка проиграет, то в следующий раз система возьмет ставку B. Вот, в данном случае, Лос-Анджелес Лейкерс, это ставка B. То есть, он перед этим что-то проиграл. Либо с Лейкерс, либо с какой-то другой командой использует ставку B, чтобы вернуть свои деньги и приумножить капитал. То есть, задача Сэма выиграть хотя бы один раз среди 3-4 ставок подряд. Что он с успехом и делает. В данном случае, ставка на Charlotte, ставка А. То есть, мне нужно пойти в мой букмекер. Вот, например, B365 позволяет очень просто покупать спреды. Найти команду Charlotte Bobcats. Вот, видите, Charlotte Bobcats я нашел в разделе баскетбол. Стандартный спред выиграется плюс 4,5. Что это значит? Позитивный спред, это значит, что наша команда слабая. Она является андербродом. То есть, скорее всего, она проиграет. Но это ничего не значит, поскольку мы используем спред. То есть, даже если наша команда проиграет, но если ей забьют менее чем 4 очка, то мы все равно выиграем. С таким спредом. Например, наша команда проиграет со счетом 97-100. Надо речь идет о баскетболе. И спред плюс 4,5 в данном случае выиграет. То есть, нам не важно, выиграет наша команда или нет. Главное, чтобы ее сильно не разгромили. Таким образом, 4,5 недостаточно для системы Сэма. Мы идем к дополнительной ставке и купим 3 очка, чтобы это стало плюс 7,5. Я еще раз делал additional point spread. И нажимаю. Здесь, видите, целая куча всяких спредов. А мне надо купить 4,5 плюс 3. Будет 7,5. То есть, вот это моя ставка будет. Charlotte Bobcats плюс 7,5. С таким модом, коэффициентом. В данном случае справа я могу сделать свою ставку. Поскольку это была у меня ставка уровня А, то это будет начальная ставка 1% моего капитала. Например, если у меня капитал 1000, то я буду ставку делать в размере 10. Это может показаться достаточно маленькой ставкой, но вы помните, что это прогрессия. То есть, ставки будут сильно увеличиваться на уровне B, C и D. То есть, давайте поговорим, как они будут увеличиваться. Если Charlotte плюс 7,5 все равно подыграли, то есть, их разгромили с разницей более чем 8 очков, то мы переходим на уровень B. То есть, будет уровень B. Что это значит? Сейчас я сдвину ниже. Вот здесь Сэм объясняет, что это значит. Например, ваша ставка была... Первая ставка была 100 долларов, чтобы выиграть 60. В данном случае, в моем, например, ставка 100 долларов, справа я делаю, а выиграю я 55 долларов. Ну, то есть, примерно то же самое, что Сэм говорит. Ставка 100 долларов выиграть 55, либо ставка 10 долларов выиграть 5,5. И, допустим, я ее выиграл. Тогда прогрессия заканчивается, и мы начинаем новую прогрессию. А если я ее проиграл, что будет? То я перехожу на уровень B. И в данном случае мне нужно сделать ставку, чтобы выиграть 160, который я проиграл. Правильно? То есть, в следующий раз мне надо увеличить свою ставку так, чтобы я покрыл свой проигрыш и остался в выигрыше. То есть, если грубо говорить, то можно это обозначить вот в виде такой прогрессии. Первая ставка это 1x, то есть 1% капитала. Вторая ставка это 3x, то есть в 3 раза больше. Третья ставка 9x, это в 9 раз больше. То есть, принцип такой же удвоения в основном, как и на рулетке. Разница есть только в том, что в данном случае Сэм выбирает команды, которые с большой вероятностью выиграют хотя бы 1 раз из 4 игр. То есть, вы не проиграете свою прогрессию и не потеряете деньги. И вот, опять же, это его результаты. Здесь показано, что иногда все-таки он проигрывает прогрессию, а здесь достаточно часто. Ну, хотя нельзя сказать, что это часто, он проиграл всего лишь 4 прогрессии из 116 ставок. То есть, это на самом деле достаточно редко случается, но ничего страшного. То есть, вы проиграете прогрессию, но профит в течение сезона должен быть получен. Главное, это рассчитывать на профит в течение сезона, а не в течение каждого дня или каждой недели. Как многие новички считают, что они должны выигрывать каждый день. Что на самом деле не происходит в профессиональном спорте и в профессиональном инвестировании. Цель выигрывать каждый месяц и каждый сезон. Ну вот, на последней странице, например, я могу проверить, какие ставки у Сэма на сегодня. Вот, на сегодня он Шерлот B, то есть, Шерлот у него, видимо, проиграли, он снова ставит Шерлот, ставка B. То есть, допустим, если я, условно говоря, проиграл мои 100 баксов, ой, мои 10 баксов, сколько я ставил там, 10 баксов, чтобы выиграл 5,5, то я уже буду ставить 30 баксов, ставка B. То есть, мне вернется 46. Что это значит? Из них, из 46, значит, вычтется моя, собственно, ставка, останется 15 и вычтется 10 долларов оригинальных поражений. То есть, у меня будет все равно моя прибыль 5,5. То есть, я получу свою прибыль все равно, несмотря на то, что я проиграл в прошлой игру. Ну вот, а это другая, другая ставка, это Хьюстон. Каждый раз мы покупаем 3 очка. Система, иногда у него бывает несколько, например, система 2 может быть параллельно. Главное, не забывайте обязательно покупать 3 очка. То есть, мы не берем нестандартный спрейт, а покупаем 3 очка всегда. Ну вот, это результаты системы в этот сезон. То есть, видно, что система 1 37 раз выиграла 1 поражение. Система 2 40 раз выиграла 1 поражение. Ну и так далее. То есть, всего за этот сезон 120 выигрышей и 3 поражения. То есть, система очень прибыльная, но нужно понимать свой риск. То есть, вы можете проиграть прогрессию. То есть, надо четко понимать свой риск, сколько вы можете максимально проиграть, сколько вы выиграете, и тогда не будет никаких проблем. Вы будете увеличивать свой капитал, понимая, что вы делаете, и добьетесь своей цели. Вот так работает система Сэма. Я постараюсь в будущем записать еще видео, о других системах Z-Code. Их достаточно много. Здесь их в список. Некоторые из них используют прогрессии, некоторые из них используют простые ставки, то есть, без прогрессии. Но, если речь идет о баскетболе, самые прибыльные системы, конечно, обязательно с прогрессией, поскольку этот спорт очень сложный. Без прогрессии очень сложно выиграть. Да и зачем рисковать, если есть какие-то такие системы, как система Сэма. Ну вот, надеюсь, я вам помог, и вы разберетесь, не спеша сделаете свои ставки и выиграете. Успехов вам! Успехов вам! Продолжение следует...